Вот была такая дверь, деревянная, ну сами видите, того гляди, поставили вот эту. Новую входную дверь инвалиду первой группы установили по новогодней акции. Вроде бы ничего, но... Со всеми скидками она обошлась ему в 14 тысяч рублей. Вот она задевает, они все никак не могут приехать, устроить вот это всего. По словам Рустама, сотрудник компании обещал вернуться и довести работу до ума. Но пропал бесследно. Ну, это что? Покурки должно быть. С тех пор спокойная жизнь закончилась во всем подъезде. Каждый раз, когда Рустам открывает входную дверь, соседи гадают, что случилось на лестничной клетке. Я думал, что грузит. Да, грузит, что-то, так сказать, атак. Непорядок, да? Непорядок, нет, это постоянный для квартиры, это не гожа, будем говорить. Соседка по лестничной площадке больше других страдает от шумовых эффектов. Я думаю, что некачественные двери. Я тоже считала, что у меня тоже качественная дверь хорошая, а в результате нет. То есть вот эти вот планочки металлические, а внутри там, знаете, типа картона, типа бумаги. При выборе входной двери легко купить кота в мешке. Дверь вроде бы металлическая, но металл может быть очень тонкий, как для консервных банок. Поэтому и вскрыть подобную дверь можно обычным ножом, как консервы. Вот так вот. Элементарно, как вы видите, легким движением руки ваша дверка превращается в красоту. Но если вы остановились на таком эконом-варианте, его параметры указаны в договоре, предъявить претензии уже не получится. Выбор сделан. А вот пожаловаться на сроки установки и недоделки вполне возможно. Одна беда. Добраться до конторы компании-установщика инвалиду-колясочнику непросто. Звоню, звоню я по этому телефону. Бесполезно. Пятый день. И все только обещают. Придем, 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 придем. И никто, конечно, не приходит. Бесполезно. Наша съемочная группа решила помочь Рустаму. Руководство компании-установщика мы на месте не застали. Но сотрудники настаивают. Товар у них качественный. Скажите, может дверь стоить 12 тысяч, которые консервным ножом открываются? Нет. Такие двери у нас по 2700 есть. А почему-то вы продаете по 12 тысяч? Мы продаем по 12 тысяч. Вот такие двери, посмотрите. Какие? Ну, в симметрике. Ну, можно писать, что они включаются от этих тысяч? Ну, порошковый наполин, внутри МДФ фрезерованная идет. У замерщика своя версия сложившейся ситуации. Недовольного клиента он помнит. На замеры к Рустаму выезжал лично. Когда ему установили дверь, он очень благодарен, потому что у него дверь вываливалась. Вот. А потом он начал докапываться, то есть что-то у него не в порядке. Приезжал монтажник два или три раза, я точно не помню, то есть который отвечает за его установку. Ремонтировал, то есть потом он опять докапывался. Вот. То есть он инвалид, я знаю. Вот. И, в принципе, больше он не звонил. А то, что телефон не отвечает, это неправда, в принципе. Закон о защите прав потребителей. Статья 28. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы, оказании услуги. А вот качество работ надо проверять сразу и все недостатки вписать в акт приема и передачи. Тогда вы сможете легко предъявить претензии по любым недостаткам товара или услуги. Продавец, он должен отреагировать на любое обращение потребителя. Но, учитывая, что бывают случаи с недобросовестными продавцами, то потребителю лучше иметь на руках предъявленную письменную претензию с отметкой о принятии, чтобы он в дальнейшем мог доказать, что он обращался к продавцу. А вот после принятия работ претензии можно предъявить только по скрытым недостаткам. Чтобы доказать производственный брак или дефект установки, надо провести экспертизу. Если она докажет вину продавца, вариантов это лишить ситуацию у покупателя несколько. Если речь идет о двери стандартной, которую он купил по образцу, то он может либо попросить изготовителя устранить недостатки, либо заменить ее на другую дверь, либо вернуть ему деньги за эту дверь, или уменьшить стоимость этой двери. При этом дверь у него остается с теми недостатками, какие у него есть. Он согласен с ними, но просит уменьшить стоимость. А что делать, если по-хорошему договориться не получается? Обращаться в суд. Он может взыскать продавца возмещение убытков и неустойку за неисполненный договор. Суды, как правило, принимают решения в пользу потребителей. Но одно дело выиграть судебный процесс, и другое – получить деньги. Если мы говорим про компании, то есть это компании-однодневки или с уставным капиталом 10 тысяч рублей, у которых нет никаких основных фондов, то, соответственно, с них и можно получить максимум 10 тысяч рублей. Поэтому прежде чем заключить контракт с той или иной организацией, поинтересуйтесь их репутацией на рынке. Иначе рискуете остаться со скрипучей дверью.